День добрый, дорогие друзья! Сегодня я вас хочу познакомить со своими прекрасными ампельными бегониями. Они у меня разные. Есть беликонии, есть также боливики. И я в них безумно влюбилась. Почему? Потому что один куст нарастает. Вот если вы посмотрите, вот тут у меня такая чаша в ней, она 8-литровая. Посмотрите, какой огромный, большой нарастает куст буквально за сезон. Хотя у нас сегодня только 4 августа, а им еще расти и расти. Если осень будет теплая, то представляете, какой еще куст может разрасти и радовать до самых заморозков. Больше я хочу все-таки акцент сделать сегодня на беликонии, потому что многие задают вопросы, ну как вырастить такую красоту? Кстати, в следующей четверке я расскажу, как вырастить такую красоту и раскрою вам небольшие маленькие секретики. Поэтому не пропустите, кому интересно именно, как вырастить такие большие кусты. А сегодня я просто расскажу именно немножко по сортам. Что мне нравится в беликониях? В беликониях мне нравится постоянное обильное цветение. Оно не прекращается весь сезон. В этом огромный плюс. Мне нравятся вот эти красивые цветы. Они есть от маленьких до больших. Кстати, самые маленькие цветы в беликониях показали именно в сорте крем. Вот у меня в таком тоже чеплашечке. Она тоже 8-литровая. Здесь я посадила... Кстати, здесь у меня два куста. И этот именно сорт называется крем. Вот посмотрите, можно поближе посмотреть. Вот такие вот красивые, красивые такие цветочки. Они небольшие. Вот если я подставлю ладошку, они небольшие. Но если мы возьмем сорт софт оранж, посмотрите, какие нарастают цветы. Этот цветочек уже отвалился, отжил свое, он вмещается в ладошку. Хотя на кусту есть и поменьше, и побольше. Вот если посмотреть, вот они красавицы. Цвет такой, знаете, оранжево-пастельный. От светлого оранжевого к темненькому оранжевому. Поэтому этот сорт очень красивый, элегантный. Но самый мощный куст из беликони, как показал опыт, я делюсь всегда только своим опытом. У кого-то есть свой опыт, вы тоже делитесь, подсказывайте, нам интересно. В моей именно практике это, конечно же, салман. Чисто оранжевые, огромные, большие цветы. Куст, я его подниму. Я прям хочу вам его сильно показать. Вот такой вот он большой, прекрасный. Такие вот грозди, сережки я их называю. Изумительно красиво смотрится. И, конечно же, своим яркими вот этими цветами он всегда взгляд падает на него. Вот гости, когда к нам приходят, они всегда любуются, в первую очередь, именно этим кустом. Сейчас поставлю его на место. Вот этот сорт, я не знаю название его. Почему? Потому что он достался нам от бабушки. У бабушки мы купили его, она не знала ни как он называется. Она говорит, он у меня растет 20 лет. Вот, друзья, кто-то из вас подскажет, что это за такой красивый сорт. Я его тоже сейчас сниму, вам покажу. Изумительный, красивый, розовый, такие сережки. Если посмотреть в середку, она такая, знаете, с середочками в цветке. И в этом такие середочки, они такие светленькие, красивенькие. Тоже обильно цветущие. Богатый, одним словом можно сказать. Это вот такой вот куст. В этом сезоне селекционеры нас порадовали новинками в беликониях. И одна из новинок, это, конечно же, цитрус. Если честно, вот то, что было представлено на картинке и по описанию, все абсолютно совпало. Друзья, ну вот это сорт цитрус. Я взяла вот эту стопку, называют стопками. Они такие высокие, почти мне до пояса. Сколько литров, я не знаю, там только, по-моему, объем был написан. Но мне кажется, литров 12. В эту стопку, в это кашпо я посадила три куста сорта цитрус. Посмотрите, какие помпоны. Иначе назвать нельзя, настоящие помпоны. Вот сережечка такая вот красивая, очень красивая. Обильно цветущая. Я сейчас попробую вам поднять, показать. Не поднимается, тяжеленький. Вот такой вот шикарнейший, огромнейший нарос кустяра. Цветет, не переставая, весь сезон. Практически изначально, с самого начала, еще когда он был совсем вот такой вот маленький, череночки, они уже цвели. Если посмотреть, цвет у него такой солнечный. Такой яркий-яркий. Прям приятно смотреть, и всегда глаз тоже на него падает. Это вот новиночка цитрус, да? Это у нас не новиночка, это у нас лайт. Это белая беликония. Она всегда фаворит. Белая невеста. Посмотрите, тоже как красиво наросли кусты. Кстати, в следующей серии я расскажу, в какие лучше садить объемы. Какую использовать землю. Чем опрыскивать, чем поливать, ну и так далее. Поэтому не пропустите. Друзья, если вам это, конечно, все интересно. Хочу вам представить новинку тоже этого сезона. Это сорт манго беликония. Красивые тоже насыщенные цветы. В разрезе они напоминают цвет манго, поэтому, скорее всего, его так и назвали. Красивый цветок. Цветок небольшого объема. Напоминает по размерам так же, как и сорт крем. Достаточно обильно цветущий. Это кашпо у меня тоже на ножки. На небольшой, конечно, ножки. По-моему, оно у меня литров здесь восемь. Здесь посажено три кустика. Развивается достаточно, в принципе, быстро. Я довольна, конечно, результатом. Но самое большое, я еще раз повторюсь, потому что я не могу не повториться. Самое быстрорастущее из беликонии. Но это у меня, не знаю, как у вас. Конечно же, это сорт салман. Это вот этот, да? Можно вот сюда камеру навести. Сорт мощный, обильный, огромный, быстрорастущий. Особенно, мне кажется, у новичков это обязательно получится. Также я хочу еще вам показать, знаете, какой сорт? Вот, это знаменитый сорт шардоне. Шардоне – это любимица всего населения. Это любимица с давних времен. Шардоне – это тоже такой куст. Это корневая бегония. Она цветет вот такими прекрасными розами. И в нее не влюбиться невозможно. Вот, я думаю, на слуху у кого-то все равно есть шардоне, шардоне. Что за шардоне? Но должно быть на слуху. Вот такая красивая бегония. Здесь она находится в скольких литрах, я расскажу в следующий раз. Потому что огромную роль играет. Куда вы посадили, во что вы посадили, какой посадочный материал вы прикупили. Это одно из важнейших. Это залог успеха, красоты. Поэтому, друзья, обязательно встретимся с вами в следующий четверг, где я расскажу маленькие, небольшие секретики. Но это не секретики, да? Это просто то, что является залогом именно успеха выращивания в бегониях. А на этой прекрасной ноте я сегодня с вами прощаюсь. Помните, красота спасет мир. Пойдемте делать мир краше. До скорых встреч, друзья. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!